Из книги «Открытым оком», том 25, тема «Лапкин книги», вопрос 3755. «Мне не раз указывали на ваше сходство в обличии с Солженицыным Александром Исаевичем. А в отношении ваших и его книг можно ли сделать сравнительный разбор?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Относительно внешности, чем дальше, тем больше будем походить, потому что возраст подводит к росту с землей. Пошли пятна по лицу, морщины глубже, на голове волос реже, на бороде все белее. В 2007 году вышел, как передают, 30-й том Солженицына. 30-томный труд Солженицына. Начал он публиковаться с одного дня Ивана Денисовича в 1962 году. У меня же первая книга вышла в 2002 году, и точно так же в 2007 году вышла 30-я книга. Разница в 40 лет. Он писатель всемирно известный, я же всего лишь проповедник всемирно неизвестный. Люблю статистику. У меня каждая книга в 752 странице, у Солженицына в 512. Количество строк на странице у нас равно 42. Но у меня книги шире, в одной строке 60 букв, у него 52 с учетом пробелов. И тогда в расчете на 30-ти ку Солженицын букв его книгам в полтора раза меньше. То есть у него получится только 20 книг. Читаю его выступления, речи, послания на радио и телевидению, и на конференциях в 7-8 томах. Моих выступлений за 45 лет было столько, что 30 книг не уместить, а опубликовано не более 10 бесед. Несколько лет я вел радиопередачи по трем программам, нередко по телевидению, а интервью давал почти без счета. Их почти нигде в моих книгах нет. Переписка моя не умещается. В 77 томов по 600 страниц публикации всех томов тоже пока нет. Но дело не в объеме, а в направленности их. Суть в том, что Александр Исаевич говорит об устройстве земном с учетом и духовного. То есть его понимание истории и традиций национальных накоплений. Я же говорю о Христе, о Библии, вечном, небесном, о спасении души, о благовестии. Он об этом разве где скользко. Ему забота о сбережении народа, о благосостоянии людей, об устройстве лучшего вида правления в России и в мире. Мне же это совершенно не нужно. Главное обратиться ко Христу и жить под водительством Духа Святого. У меня в каждой книге открытым оком 3300 выдержек мест Писания и ссылок на Библию. В 24 книгах 80 тысяч выдержек и Слово Божие. У нее почти не одной. Мы совершенно разные. Его книги у меня на столе и на экране компьютера все красное колесо. Архипелаг ГУЛАГ я дважды начитывал на пленку и на диске. Он же из моих книг не читал ни строчки, быть может. Так что вовне он умещается. И что он в библиотеках Америки насклёб с таким трудом? Я это без труда получил от него. А что я вымолился слезами у Бога, достал из пудов литературы, он не воспользовался ничем моим. Он высказался по еврейскому вопросу и я его мнение знаю по его статье. У меня же на выходе еще три тома открытым оком, где еврейский вопрос я разбираю во свете Библии. Ссылаясь и на его труды. Так чей же ответ будет вполне и точнее? Он про меня и не знает ничего, быть может. Хотя по возрасту он мне и не отец, но вполне бы сошел за дядю. Я же за него почти полвека молюсь. Он мне дорог. И мне очень жаль его, как страдальца. Все попытки найти его, установить переписку, так ни к чему и не привели. Он пишет о жизни не по лжи государства. Я же говорю о самой страшной лжи, которая процветает именно в церкви. И при том тысячелетия лжи, в которой и он участвует, не подозревая даже того. Его книги почти все дни одной души ко Христу не приведут. В моих же книгах найдет путь ко Христу любой, кто бы он ни был. Только бы имел желание и страх Божий, и любовь к Писанию. Его книги выступления интересны были тогда, но они уже давно вчерашние. Мои же книги всегда сегодняшние и всегда для будущих будут такими же свежими учителями, как новые хлеб и вода, потому что настояны на Библии. Зло не только в коммунистах или фашистах. И спасение не в демократии, а во Христе, в личной отдаче Христу, на служение, в ревизии всего, что говорят, пишут, делают. Римлянам 7, 19, 21 стихи. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, принадлежит мне злое. И сию диагностику проводить только по Библии. Я всего лишь чтец, который начитал для всех десятки книг духовного содержания, чтобы свет воссиял в сердцах людей. По некоторым словам и их повторам можно иметь представление, о чем говорится и что главное. Так вот, в книгах, открытым оком, тома 1 по 24, сколько раз, Иегова 2345, Господь 27002, 002 раза, Библия 10997, Евангелие 6885, Иоанна 3.10. Иисус отвечал и сказал ему, «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Притчи 8, 14. У меня советы, правда. Я разум, у меня сила. Амоса 4, 13. Ибо вот он, который образует горы и творит ветер, и объявляет человеку намерение его. Утренний свет обращает враг. И шествует превыше земли Господь Бог Саваоф, имя Ему». Ты, ездра, чтец Господнего закона, достойнейший служителя алтаря, возрадуйся, священный Грациона, восстанет вновь велением царя, томившийся в неволе тяжкой пленник, пускай идет на родину свою, с собой взяв имение и семью. Кто б ни был он, левит или священник, и каждый пусть с собой унесет для храмов дары серебро и злата, пускай опять украшенный богато возникнет храм от царственных щедрот. И с прочими богатыми дарами, священные сосуды ты возьми, и их поставь перед Господом во храме, меж лучшими и верными людьми. Ты избери начальников и судей, и им судьбу народную вручи, дабы закон хранили эти люди, не знающих закону научи. Юрий Михайлов